Пойдемте к маму делаем. Сиди от меня. Слушай, у вас много этих мошкажек. Господи, что я не буду благословить. Ну, пойдите. Пойдем в столовую. В столовую пойдем. Ого, какую красоту нам принесли. Что там? Смотри. Ой-ой-ой. Вот еще это замороженные ягоды. Присажите. Я кушала, я только поела. Да, красота. Как раз кружину хочу. А, это замороженное. Да, это замороженное. Это замороженное. Ну, потом. Замороженное. Замороженное, да? Да, да. Это надо размороженное сначала, да? А сейчас ты по тарелочке наложаешь. А растает, она холодная. А? Холодная. А она сейчас растает. Нет, нет, сейчас не растает. Неси. Ага. Это и жарко, говорю это. Ну ладно, кушай на здоровье. Немножечко бы взял бы. Нет, нет, мы все как надо завтрак. Садись с нами, поешь маленько. Я только покушала. Я все, эту кровь стрыгу, стрыгу. А я и ем. Я насушу, тогда сухой возьмете? Возьму. Возьму. Вы давали, я же зимой взял. И лук, и сухой. Возьму. Не надо, Игнатьич. Да. И мы когда едим, всегда молимся за вас. Ну, спасибо, господи. Да. Да. Горьков все примет. И замороженных умерших накормит. Всех-вех. И дозраю. А я у вас видел, пришел и говорю, Володя, как так? У Серапимы грядки ровные, ссору нету. А у нас ссор вот такой вот, и там не найдем, где все растет. А я лежу, Володя. Меня Володя не видит. Вот так. Потом вот руку поднял. Я думаю, еще он руку поднял. А меня он не видит. Лежу, поднял, держал, держал, вот так, цоп. И полута ловил. Ну, садись, Поленечка. Нет, нет, упомни я. Все упомни. Я и так как поукушала, и еще стрыгу, стрыгу. Думаю, дай я покушать сейчас. А у нас хлеб свой. А? Хлеб свой. Сами стрыгут. Ну, я понимаю, ну, это хлебушек. Я и наладил себе хлеба. Вата. Это вата. Да. Вам надо второй сорт кушать. Мы кушаем второй сорт. О, о, я всегда говорю, мне надо такой вот, такой, дали, или еще здесь, дальше ты внешь его. Понятно. Я сухари, привез сухари. Для меня лучше. А это я не могу. У меня она как вата во рту. Я поэтому корочки разные размачиваю. А в Библии как сказано? Будет одна печка, да? Не читал такого. А, у меня в Библии есть. Не знаю. Одна печка будет? Да. У нас в лагере две печки я сделал. Вот. В лагере. И это, будут все это пить, это, хлеб. Но, говорит, он не сытный будет. Не знаю. Может кто-нибудь говорит? Есть, а сытности ведь не будет. Это, может быть, толкование кто-то дает на Библию. Может быть, может быть. А это вот в Библии. Вот это вот нет. Надо второй сорт кушать. Вот когда люди будут принимать начертания, им будут давать там пайпу какую-нибудь. И когда последний человек примет, а ничего нету, Бог сделает так. Сунутся туда, в кладовое. А там вместо хлеба кал лежит человеческий. До верблюжего седла будет по мед лететь. А что вы не берете? Может быть, вам второй сорт дать? У меня мука и мешок второй сорт. Ну, можно обменять. На первый сорт тебе дадим. А я тебе на просвер пойдет. Да. Все, все по рукам. Все, да. Вот новый уже брать надо. А у нас еще мешок второй сорт. А мы второй сорт. Вот так и сделаем. Новый, у меня привезенный нынче хлеб. Елена дала. А этого директора как с батой? Какого? А который спички дал. Спички-то дал? Так, Геннадий. А ульве Русинь. Видите как? Он директор макаронной фабрики. Он мне это дал уже лет 15 назад. Я его три года нашел назад. Мне кто помогал? Директорам многие помогали. Один насос дал. Другой шланги дал. Я пошел, нашел, мне помогли, где они живут на дом. Один работает из них, лодки дал он. Я им всем подарил книги. Так он главное не берет, пока деньги не возьму. Бери деньги. Я деньги не беру, так он пошел, новую шубу вытащил. Шубу. Шубу. Хромовую. Мы все засняли и показали. Вот народ какой, главное. Он один мне стекла столько дал. Я привез, я сейчас не знаю сколько, но тонн 15 наверное. Тонн. Такой, у матушки вес огород моим стекло заваленный. Не берегут они его, а зеркальная память вот такие обрезки. А они длинные, вот такие вот, вот такой ширины. Так он пришел, восемь взял все. И у нас так застекленно. Я один раз пришла, тоже сюда. А он на тележке ведет тихонько стекло. Вот, это у меня стекло взял. Все по сегодняшний день. Это уже лет 15, больше даже. Лет 20 назад у меня далось столько. Привезли, даже у нее шасси сломалось там, кажется. А вот и она вот, она вот все дает. Она Богу верует? Видите, я так не могу спросить, Богу верует. У нее есть книги, евангелие, толкование. А, ну, Боже есть. Да. О чем она помогала мне? Я ей все время благодарю Господи. Как ты помогаешь нам? Нынче я не написал, что надо рису, там что-то. Да хотя, что написал там, ну, там лапша. А мне они сразу ответили, у нас нынче нету, но мы выполним закат. Другой город послали и привезли масло все. Понимаешь как, в другой город. Я ей говорю, приезжайте хоть отдохните, чтобы я за вами поухаживал хоть маленько-то. Добрые дела. Добрые дела. Я тебе был заход, понимаете. Она мне лет десять больше помогает. Да. Это прямо не скажешь. Я написал, мне столько-то мешков двенадцать муки, она двенадцать мешков привезла. Один раз я написал сахар, а сахару нету. Они приехали. Гляжу, разгружаются пляги. Я говорю, это что? А это вам? Я говорю, что мед. Четыре полных пляги меда. По сорок восемь литров. Я говорю, это под пломбами. Я говорю, наверное, ошиблись? Нет. Я говорю, а пляги, пляги, все, вам. Сахара не было. Она купила мед и мне привезла четыре полных пляги. Это что такое? Это даже сказать нельзя. Это наша благодетельность. Я раньше ходил, выпрашивал, а сейчас нет. Только напишу ей, и больше ничего нету. Сразу звонок. Где будете, когда, думаете, уезжать. Каких Бог людей посылает? Это по молитвам святых. Видишь, она бы не знала, что на просвор пойдет. А это не так просто просвор. А вот ей усоль давать. Вот это для нее будет большая-большая это. Да. Подаяние. Да. Господь, батюшка вынимает про свирушку. Тайна, ой, явно и тайна. А это у нее будет тайна. А тайна эту очень Богу угодно. Ну, ладно. И главное как? Познакомились через Голубей. Я пришел к этому начальнику. Ребятишки простывают. Мне надо спирту. А это винный завод. А он мне давал литра по 3 или по 4 спирту настоящего. А один человек сидит и говорит, а у меня голубь улетел. Краснодарский. Хороший. Коричневый где-то. Я говорю, а у меня на днях такой прилетел. Да ну что? Ну, поехали смотреть. Он говорит, это мой. Мой говорит. Ну, я говорю, бери тогда. Ой, я тебе 4 голубя дам другой породы. Но у меня, говорит, есть человек, который вам поможет. И он меня с ней свел келене. Она крупный директор предприятия. Вот как Господь говорит. Голубь привел. А голубь улетел. Вот у него побыл два дня и улетел. Пришел. А голубка-то дома. А к тебе опять прилетел? Опять вернулся от него. Потом в гнездо залетел. Я непрерывно. Она голубку голову наклонила. Она ее целует, целует, целует. Он приехал второй раз. Я говорю, знаете, Владимир Иванович, если еще раз отпустите, я вам не отдам. Я прямо со слезами смотрю, как это так. Оторвали. А он уже женился у меня, голубь-то здесь. Прошло неделю, он опять прилетел. Все так у меня остался. Как договорились. Он мне голубя щиты передал и с ней познакомил. А потом приходил у нас на оберег. А как приедешь, опять все заберешь, да? Господь как все делает. У них какое-то там предприятие. Он кажется директором тракторного завода стал этот человек. Криворотов. Владимир Иванович. Из-за голубя. У Бога причин много, чтобы нас засыпить. Да. Какая-то причина должна быть. Я когда-то занимался языками. Разговаривал с англичанами, на английском, с немцами. Разговаривал. У них собрали на немецком языке. Я говорил проповеди. И потом начал заниматься другими языками. И когда обратился, я на семи языках занимался. А когда обратился, мне Евангелие это показывает. Это деяние апостола. Что заговорили на них языках. А как это так? А я на корабле работал. Так вот Бог дал. Как? Ни одного дня не учились? Нет. Мне за три с половиной месяца Бог давал знания языка. А чтобы сразу я не поверил на кровать. Ты не веришь? Давай выглянем из Библии. А другой-другой не верит, что Господь хлебами накормил. У нас одна корочка останется. Давай молиться. А о чем молиться? Не знаю. И подумал. У меня веры нету. То, что написано в Писании. Я говорю, Господи, дай мне веру. Это первая была молитва своими словами. И вот когда рюкзак долго тащишь. А потом снимут, от тебя все еще тянет вперед. Вот у меня так же было. И как эхо в комнате. Верю, верю. И все вошло в меня в один день. Вот как Бог делает. Он меня поймал на языках, раз я занимался. Крючок забросил и потащил. Это даже высказать нельзя. А другой считает, ему нужды нету. А я говорю, что я знаю, что языки это очень трудно. Язык изучать. Это незнакомый. А Господь меня вот так кинул и верь. Я поверил. А остальное все пошло. У нас, видишь, как надписи из Писания. Это за рубежом где-то так люди сделали, прислали. Видишь, как покайтесь, обратитесь. Дан Божий жизнь вечная. Все места и в Библии. Вон дальше написано справа. Кто призовет имя Господне, тот спасется. Да. Да. И дальше все мы предстанем на суд Христов рядом. Вот так. Мы друг другу всегда на помощь даже идти. Вот когда вы что-то нам приносите, мне охота что-то дать, а ты ничего не берешь. А что здесь? Ну, теперь договорились. Эти первые соты, а ты не второй. А эти вторые. Володя, завтра. Завтра с этим парнем вот сидит сзади. А вы уже поушнули? Или нет еще? Поушнули. Все. Ну ладно. Пошла Язык. Надо уже на воде установиться. Вот и все. Иди, до дома провойди. Там, в чем она дала посуду, пакеты, все отдай. Сейчас же. Ага. Все вывали, чтобы ни одной посудины не было тут. Давайте, девочки, с двух сторон. Они меня вывели, да, с бопухами. Вгоняют, вгоняют. Баба Серафима, ты с ними моложе сразу вставала. Смотри, какие девчата-то хорошие. Вот. А это ее дочка Полина. Я знаю, знаю. А Полинария по описанию это? Полинария. Потроник. И прощайте. Станьте на место. Я что сказал, подождать. Я вам снимок оставлю на память. Мы напустились. Я сказал, держите их. Это угодно, угодно. Патриарх сказал, патриарх сказал, угодно. Подожди, я тебе скажу. Я тебе скажу. О, слепила. Ну, хватит, хватит, хватит. Ну, что, здоровый год. Ну, зачем? Брось. Ну, что, я не буду. Ну, что, не делайте. Оставайтесь. Ян Дозавут пишет так. Не на пленке память делайте, а на челе. Вот я ему не могу сказать. Он меня ощущает, ощущает. А это ты и так. Ян Дозавут так говорит. В то время пленки не было. Петербург. Петербург. Как кипятков у меня. Я не могу сказать. Что я делаю? Ой, кастык, кастык. Хватит! Хватит, хватит. Давай. Хватит! Сбросил? Игнар Тихонович, память не на пленке, а на челе. А так правильно, но память-то слабая, а как посмотрела по памяти? А вот это уж я не хочу. Надо на челе делать память. А вот эти-то, все это выражили. А патриарх служили когда-то, а там священники говорят, не надо, патриарх сказал, это память наша, отойдите. Патриарх сказал? А он там будет ответ понесет. А? Ответ? Он будет там, будет ответ. Он святейший. Он и святейший дает. А он там, где у Господь будет. Ну ладно, ладно, давайте. Не хватит на себя. И не готова проводить. Все, чашки отнеси. Не, не снимите. Лиза, вам сейчас отдавайте, можно еще прочитать. Она в виде не боится, только фотоаппарата. Ну, я это сфотографировала, а я там не хотела больше почитать. Интересно, дядя. Это очень много интересного. А я думаю, может быть, тебе его оставит, наверное. Да нет, я сфотографировала. А так просто знакомиться, почитать, интересно кое-что. Он про Брянчениного высказывание. Вот, поучение святого Ижасия Брянчениного. А тут, слушай, тут, сяденька. Окружи! О-о-о-о-о! Баба всех рассмешила. Она как молодая совсем. А другой засохший, он снова сказать ему. Ну, с Богом, идите. Морись. Развеселились. Ой-ой-ой. Все. До самого дома проводите. Помогу-то заведите, не уроните. О, рыжая. Да, как она, как сверкнет, а как кипятком ее фото польнет. Вот, а матушка так. Там приехала милиция, и матушка что-то лезет сказать. Батюшка говорит, иди домой, она не слушается. Я, батюшка, фотографирую ее скорее. Я фотоаппарат, она сразу развернулась и домой бежать. Фотоаппараты как огня боятся. Так она и сейчас убежала со столовой, матушка. Да ты что. Конечно. Она увидела, что сейчас будут снимать, сразу убежала. Ну ладно, пошли. Мы заставим вырезы еще. Давайте помолем, кто-то сестер. Слаш, я не что-то. Поставим здесь на дороге. Тебя надо дальше убирать. Понял? Ози тут он перебирал. Я думала, что их не смогу перебрать. Это много. Немного. О! Давайте все, помолимся. Хороший обед был. Когда кто еще не принес, сразу вываливай, чтобы никакой посуды не было. Никогда. Запомни строго это. Хорошо. Господи, слава Тебе. Благодаря сестру Серафима за добрые дела ее. Даруй Царствие Небесное. И сына ее Владимира обрати на путь покаяния. Дай ему святую веру. И этого Максима, преследующего нас, умиротвори. Коснись его сердца. Да Бог поверил, написанного в Святой Библии. И принес покаяние. Тебе, Господи, слава за все, отец, сын и святой дух. Аминь. Аминь. С Богу слава. Спасибо, Господи. С Богу слава. Спасибо.